а приветствую друзья с вами вновь я виталий и сегодня я продолжаю говорить на тему как выйти из зоны комфорта и получить результат постепенно я знакомлю вас со своим курсом на эту тему и надеюсь вы смотрели предыдущие видеоролики потому что мне сегодня хотелось с вами поговорить более подробно о методах внедрения в нашу жизнь навыков выхода из зоны комфорта в предыдущем видеоролике я говорил о том что мы разделяем с вами методы выхода из зоны комфорта на мужской и на женский при этом оба эти методы выхода из зоны комфорта имеет одинаковые составляющие но разный порядок а именно мужчинам и женщинам требуются рычаги управления и инструменты контроля и я вам предложил для того чтобы освоить требуемые рычаги управления и на инструменты контроля заниматься практикой повторяемых действий таким образом налаживается диалог с вашим подсознанием и формируется новая программа закладывается новая программа ваше подсознание для автоматического навыка выхода из зоны комфорта создавая такой навык возможно только таким самым прямым самым эффективным способом методом повторяемых действий многие из вас скажут что повторяемые действия это скучно это не интересно это как бы ну такая рутина скажем тренировки да кто занимается спортом занимается фитнесом занимается чем-то таким по среде много повторяемых действий для получения результата действительно это достаточно скучный трудоемкий рутинный процесс и многие из вас скажут что вы отлично знаете другие методы другие способы приходом какому-то результату да я отлично знаком с такими методами и обобщил для вас эти методы и разделил их на мужской и женский способ получением знаний до внедрения их свое подсознание для автоматизации ваших навыков ваших действий в тех или иных ситуациях мы можем это легко разобрать на примере да к примеру возьмем такой популярный вид отдыха развлечения с одной стороны спорта с другой стороны это катание на горных лыжах к примеру да сейчас преддверии сезона зимнего многие из нас хотели бы либо научиться кататься на лыжах либо вспомнить свои навыки и поехать покататься на лыжах да и здесь мужчин мужской и женский способ освоения навыка катания на лыжах очень характерен для понимания этого достаточно болезненного процесса которым вы все хорошо знакомы мужчина как у нас обучается обучается через свой опыт то есть мужчинам не интересно учиться сидеть там за буква букварем там изучать как кататься на лыжах ходить там с тренером и он говорит нет я сам часа на лыжи и все научусь как кататься это хорошо так просто так понимаете ли мы видим такие попытки через свой опыт прийти к чему какому-то болезненному опыту болезненному опыту который приводит к шишкам на лбу как минимум до встречи землей и так далее то есть человек получает болезненный болезненный такой эффект от своего опыта и через такой болезненный эффект мы приходим чему к воспитательному воспитательному уроку да то есть мы нас воспитывают как бы жизнь да и говорит нет ты сначала научись кататься правильно а потом иди кататься и в результате мужчина идет уже учиться да у кого-то обмениваться опытом с друзьями там спрашивать смотреть как кататься правильно идет тренеру ком наставнику и так далее и начинает учиться уже но это через болезненный опыт через болит называется воспитательную наказательную боль такой да девчата женщины в том же в том же примере безусловно сначала идут учиться к тренеру к наставнику аккуратненько катается с маленьких горочек все им объясняют все их все их вводят там за палочку за ручку за веревочку их водит да показывать как кататься но тем не менее много много раз они обучаются все это понимают изучают когда же самостоятельно встают на лыжи тем не менее девушка женщина начинает приземляться на пятую точку потому что те самые знания которые она получила в результате обучения с наставником не доходит до ее подсознания как и результат мы видим такие падения как в лучшем случае на пятую точку да и опять же через боль доходит до девушки для женщины что он такой эффект как бы тоже воспитание до воспитательный эффект такой получает и открывается такой дорога в наше подсознание этим знанием и девушка начинает более предметно и спокойно заниматься именно повторяемыми действиями да то есть действиями аккуратненько учиться уже на опыте да то есть видимо что мужской и женский способ через боль прийти к знаниям прийти к программированию своего подсознания своими своими действиями существует такой метод и мы им широко пользуемся мужчины и женщины но это опыт через боль через страдания через разочарование ожиданиями результата кого-то и так далее то есть это широко известный метод но вы на нем не концентрируетесь вы не видите этих отличий я же их вижу и вам об этом сообщаю что они существуют и прошу вас все таки последовать моему моему призыву обучаться через повторяемые действия не не просто здесь учебниками да не просто как девчата любят садиться на тренинг идти там читать книжки интересные по саморазвитию философии там так далее очень они вникать любят посидеть почитать пообщаться обсудить все это дело но действий не производит опять же приходит к такому разочарованию через боль опять приходит к этому как бы обучаемому процессу подсознания но мы с вами именно хотим прийти через повторяемые действия к удовольствию к удовольствию к результату положительному позитивному состоянию нашего эмоционального состояния настроение чтобы нам этот процесс выхода из зоны комфорта приносил удовлетворение нам поднималось наше уровень энергии уровень силы и уровень эффективности и мы достигали каких-то новых уровней жизни качества жизни именно не 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 разбивая свой лоб а потолок какой-то как там пробить потолок и подняться на другой уровень да и часто этот процесс болезненный да вы встречаетесь со состоянием страдания состоянием боли потому что вы именно двигаетесь по привычному или понятному или очень такому понятному близкому для мужчин и женщин методу самообучения и самовоспитания то есть через боль да как в примере с тем самым горнолыжным лыжным спортом да а я предлагаю вам повторяемые действия производить которые придут вас ну не совсем это веселые да но тем не менее вы будете себя поощрять то есть когда вы получаете результат маленький результат получаете а результат всегда есть он эмоциональный либо физический либо интеллектуальный ментальный да он всегда есть когда результат получаете когда повторять действия вы зафиксируете потом вы его отмечаете что он есть и себя поощряйте эти то что вы его достигли результатом и тогда фиксируется такое ваше ваша программе вашем подсознании именно фиксируется что вы достигли определенного этапа до определенного уровня вашим эмоциональным ментальным или физическим состоянии и дальнейшее продвижение по вас получается то есть ваша автоматизация навыкам выхода из зоны комфорта вырабатывать такая автоматизация поэтому друзья сегодня моё видео было посвящено знакомству вам именно убеждению вашему такому хотелось воздвинуть точку ваше зрение на то чтобы именно осознанно такое понимание большим глубины понимали что повторяемые действия очень важны потому что через повторяемые действия через положительное состояние результата и эффекта этого вы получаете правильную программу программу закладываем ваше подсознание которая будет потом автоматизировать ваше действие перехода из одной зоны комфорта в другую и хотелось вас убедить убедить в сторону уйти вот такой болезненной практики получения навыков обучения и воспитания через боль набивание шишек на лбу или на мягком месте и обязательно обязательно мне хотелось вас как бы призвать в этом направлении двигаться наблюдать за собой и постепенно постепенно какие-то навыки у себя вырабатывать с собственными навыками то есть я вас ничему научить не собираюсь и воспитывать тоже не собираюсь вы будете заниматься самовоспитанием и самообучением этот навык у вас имеется и он необходимо автоматизировать но в положительном ключе все время в положительном ключе важно именно позитивное состояние находиться поэтому друзья сегодня мы с вами говорили очередной видеоролик посвящался курсу как выйти из зоны комфорта я приглашаю вас к просмотру моих видеороликов надеюсь мы этот курс с вами будем вместе проходить как бы онлайн или оффлайн да и дальнейше будем развивать его поэтому с вами был Виталий подписывайтесь лайкайте спасибо вам за внимание всего доброго друзья пока пока пока